Губернатор Ямала с рабочим визитом находится в Новом Уренгое. Он посетил сразу несколько объектов. Одним из них стал аэропорт. На сегодняшний день это самый крупный авиатранспортный узел Ямала. В ближайшее время ему предстоит масштабная реконструкция. По газовой столице глава региона передвигался на рейсовом автобусе. Так он лично проверил работу пассажирского транспорта. Встретился с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Лидеры России». Обо всем подробнее прямо сейчас. Осмотрев аэропорт, который в ближайшее время кардинально изменит свое лицо, Дмитрий Кобылкин пересаживается на рейсовый автобус. Глава региона решил лично оценить работу общественного транспорта и качество оказываемых услуг. Наша стратегия пошла от людей. Мы ее так и называли «Народная программа». Поэтому я ее и отстаиваю, защищаю, потому что я все-таки губернатор. И люди, которые у меня работают, я за них ответил. О ключевых проектах округа и инновациях Дмитрий Кобылкин рассказал полуфиналистам конкурса «Лидеры России». Сегодня в округе создаются новые производства, применяются современные технологии, появляются новые специальности. И самое главное, Ямал перестает быть вахтовым. Общаясь с губернатором, участники встречи озвучили свои предложения по социально-экономическому развитию региона. Как правило, лидеру с лидером очень тяжело рядом находиться. Работать еще сложнее. Но когда собирается такая качественная, умная, правильная, нужная команда, то можно реализовать очень и очень сложные проекты. Финалисты конкурса смогут в течение одного года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, руководителей нескольких субъектов России. Одним из наставников станет Дмитрий Кобылкин. Ребята все активные, молодые, с желанием руководить. Уверен, что у всех есть серьезный потенциал. Если они тем более прошли по программе, которую формировали более умные, наверное, люди, чем я и более опытные. Думаю, что фундамент хороший. Я рад, что там вся география Ямал-Нянецкого округа. А в одном я их пожелание сказал, что что бы ни делали, вы всегда помните, что за вашими поступками стоят люди. Стоят люди, судьбы, чтобы оставаться всегда человеком. Еще одним пунктом поездки главы региона стал учебно-профессиональный комплекс. Он рассчитан на тысячу ямальских студентов. Где-то порядка 400 миллионов здесь на комплектацию оборудования. Вот в рамках этого мы сейчас будем делать. Дмитрий Кобылкин посетил спортивные и актовые залы, медицинский блок аудитории и библиотеку. В этом году долгострой планируют ввести в эксплуатацию. Основные работы уже выполнены. Екатерина Орел, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».